Земля-кормилица Земля-кормилица Земля-90 вступила в действие во всех хозяйствах республики Совхоз Ильинский признанный лидер высоких урожаев в Олонецком районе В чем секрет такой стабильности? Думается прежде всего в том, что здесь проявляют постоянное внимание не только к земле, но и к людям, которые на ней работают Заботятся о том, чтобы и труд им был в радость, и отдых хороший обеспечен, и за детишек своих, чтобы были они спокойны Значительно облегчает работу на полях механизация Взять хотя бы уборку моркови На помощь пришел комбайн, и затраты ручного труда сократились в три раза Ощутимые выгоды дала ващеводам переход на работу по коллективному подряду Каковы дальнейшие перспективы у совхоза Ильинский? С этим вопросом мы обратились к директору Александру Михайловичу Титову Начальнику передвижной механизированной колонны Геннадию Матвеевичу Бульниеву И заместителю председателя Олонецкого районного объединения сельхозхимия Юрию Кузьмичу Мелкуеву Комплексная программа «Земля-90» предусматривает для нашего хозяйства реконструкцию земель на площади 900 гектаров Это прежде всего мы будем делать земли, которые мелкоконтурные площади Вот по МК-2 наши миллираторы будут эти земли вводить для нашего совхоза Мы надеемся, что на мелкоконтурных полях после того, как пройдет реконструкция Мы можем применять энергонасыщенную технику, что позволит более производительной работы А районное объединение сельхозхимия будет делать химическую, если так говорить, миллиарацию наших земель Это даст также возможность получать более высокие урожаи с каждого гектара реконструируемых земель В 12-й эпидеретке нам предстоит провести миллиарацию в Волонецком районе на площади 4100 гектаров земель Из них реконструкция составляет 1600 гектаров Мы думаем, что надо больше заниматься реконструкцией в нашем районе Приведить в порядок старые земли В данном хозяйстве совхоз Дельинский подходят к этому вопросу более серьезно, я считаю Но в целом районе этот вопрос еще недостаточно получать внимание Химизация наряду с миллиарацией и механизацией важнейший фактор интенсивного развития сельскохозяйственного производства Главная задача агрохимической службы района это повышать плодородие почв, улучшать культуру земледелия Перспектива нашей службы это комплексная агрохимическая культура не полей То есть все службы района и хозяйство, и миллиараторы, и агрохимики должны работать сообща на урожай Совхоз набирает силу и уже тесно становится на существующих площадях У рачительных хозяев всегда найдется резерв Разумеется приходится основательно потрудиться, чтобы расчистить почву, как следует подготовить ее Так и поступают в Ильинском В результате государственная комиссия принимает новый массив с хорошей оценкой Осушаемые земли требуют двойной дозы органических удобрений Сегодня это обстоятельство никого не смущает Комплексная программа «Земля-90» предусматривает разработку ряда новых торфяных месторождений Залог успеха тружеников совхозов в тесной связи с наукой Карельская государственная опытная сельскохозяйственная станция за полвека своего существования зарекомендовала себя полезным помощником земледельцев Ныне в центре работы ученых проблемы, выдвинутые программой «Земля-90» Все исследования и эксперименты проводятся здесь в условиях, максимально приближенных к тем, в которых находятся совхозы республики Для этих целей предоставлено более тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий В составе станции пять научных отделов Один из ведущих – отдел семеноводства картофеля и многолетних трав Основное его назначение – организация производства и распространения элитных семян районированных сортов картофеля и трав Преображается старинное село Ведлозера Центр племенного совхоза Ведлозерский О переменах, которые здесь происходят, мы попросили рассказать секретаря парткома Владимира Павловича Ригаева и председателя парткома Виктора Владимировича Силаева На селе издавна, наверное, стоял вопрос с кадрами И сейчас вопрос этот, проблема насущная Поэтому в последнее время в совхозе все больше уделяется вниманию и бытовому устройству, и работе с кадрами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!